Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как избавиться от тщеславия? Вы знаете, вы попросите Господа. Хорошо, что вы увидите в себе этот грех. Помолитесь и попросите людей, которые хотят избавить вас от тщеславия, вокруг будет сразу очень много. Они сразу начнут вас поносить, обличать, справедливо, несправедливо. Они вот на эту рану, рану нашей души, вот эту гордость и желание, что все о нас думали и говорили хорошо, они будут на нее давить и наступать, так что вам будет очень больно. И вы будете видеть, с чем и как бороться. Как сказано в Священном Писании, просящий у Бога смирения, приготовь душу свою к искушению. Вот если ты просишь у Бога, чтобы тебе победить тщеславие, Господь посылает людей, которые тебе в этом помогут. Таких врачей пошлет. Особенно далеко ходить не надо, это могут ближние люди твои, которые будут с этим бороться. В традиции христианских общежитий, в семьях или в монашеских традициях древних, это борьба старших с тщеславием, возношением гордыни младших, она очень-очень сильно практиковалась. Например, есть такая знаменитая древняя монашеская шутка. Если ты видишь молодого подвижника, возносящегося на небо, стяни его оттуда за ноги. И я недавно, несколько лет назад, будучи в Грузии, столкнулся с рассказом о том, как святой смирял молодого послушника. Это преподобный Гаврилу Ргебадзе, который жил тогда Мцхета, древняя столица Грузии, при храме и уже был прославлен, был уже пожилым человеком. А рассказчик, сейчас уже тоже пожилой игумен, который тогда был послушником, он только что, став таковым, надел подрясник, кожаный широкий пояс и почти не спал ночами. Это он сам мне рассказывал. Очень много молился, стоял на всех службах, пел во всех хорах, везде нес послушание и был с собой очень упоен. И вот однажды отец говорил, встречает его и говорит ему, брат, какой же ты молодец, вот ты и то, и то, и это, и это, и все у тебя получается, и ты смиренный, и кроткий, и всем ты пример. Без тебя купол света Схавели рухнет, главного собора Мцхеты. Если я неправильно произнес это сложное название, простите меня. И тут он говорит, я все понял, глаза опустил, заплакал и пошел по-настоящему уже трудиться. Поэтому, если вы будете искать борьбы с тщеславием, Господь пошлет вам тех людей, которые вам в этом очень помогут. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok